У нас вот собачка есть такая маленькая, есть еще кошка, где-то, наверное, спит. В большом доме мытищенки Кристины Густавой всегда были животные. Девушка никогда не могла пройти мимо бездомных кошек или собак. Так с ней начала жить хаски по кличке Айси. Обычно четвероногая подруга бодра и общительна, но сегодня чувствует себя плохо. На днях она едва не лишилась жизни. У нас много тоже тут у соседей других, там и дворняги, и породистые собаки. Со всеми хорошо она играет, ладит. И она может с ними как-то, допустим, на улице. И вот как раз появилась вот эта вот собака, с которой вместе они пострадали в тот день, когда она пропала. И неизвестно, откуда эта собака взялась тут. На этом видео Айси привязана к жигулям веревкой вместе с псом Чифом. А мужчина за рулем набирает скорость. Животные тащатся по асфальту. Водитель с Чоулхаски бездомный и увез из СНТ Клязьма в поселок Дружба. А это 30 километров. Мотивы жестокого обращения остаются неизвестны. Но главное, что обе собаки живы. Теперь им предстоит длительная реабилитация. Найти Айси хозяева смогли благодаря волонтерам. Первая пошла мама, потому что она больше с ней проводит времени. И она сразу, как только начала произносить имя, она сразу начала искать маму. Сразу к нам уже хотела вырваться. Добрые люди оказали животным первую помощь, провели обследование и предоставили лекарства. ЧИФ тоже находится в безопасности. Водитель задержан полицией и находится под стражей. У нее вот здесь вот ссадины снизу. Лапы повреждены очень сильно. Передние. Одна из них даже до кости. Сзади тоже здесь есть ссадины, царапины. Это, видимо, от веревок. Не знаю, даже вот мне не хочется это все представлять. Все подробности инцидента на своей странице осветил руководитель управления экологией администрации округа. Открытое проявление жестокости вызвало у Артура Суворова глубокие чувства негодования. Он сразу решил лично разобраться в вопросе и привлечь нарушителя к ответственности. Все сначала постановилось в чатах, потом пошло по социальным сетям, по телеграм-каналам. И попало ко мне потом, имея, как бы, ну, я знаю, знаком с активистами из дружбы. Я с ним связался, узнал подробности, мне предоставили контактные данные, машины, дополнительные какие-то фотографии, которые я передал в полицию. И поэтому это все удалось сделать так крайне быстро и задержать в тот же день практически. Поэтому, да, все отработали максимально слаженно. Основная версия очевидцев – психическое расстройство. Против 50-летнего правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 245-й. За то время, которое мне удалось с ним пообщаться, на мое личное мнение, у человека есть какие-то проблемы с ментальным, психическим здоровьем. Ему было весело от этой ситуации. Даже когда мы посещали, его привозили обратно из-за участка для следственных действий в дом. Он был максимально весел. Я говорю, ходил, смеялся, улыбался. Он пояснил, что таким образом он хотел погулять с собаками, чтобы они побегали. По словам соседей, мытищениц буквально уверовал в собственную безнаказанность. Именно благодаря последней проделке начали вскрываться подробности далеко непорядочной жизни. Здесь вся улица, вот вся вот эта улица, все соседи абсолютно, никто с ним нормально не общался. Я не знаю, по какой причине, но у меня такое ощущение, что он просто пакостил. Соседка их рассказала, что у нас, говорит, кот один раз пришел, и у него просто полморды нет. Он выжил, то есть ему как бы повезло, но опять же он прожил полгода. Их же собаку отравил, их же кролику убил. Четырехэтажное строение, или как его называют местные жители, Шанхай, хулиган начал возводить в поселке Дружба в начале 2000-х. Больше всего от общения с ним пострадал Эмин Гамдулаев. Были, с его стороны, угрозы, были пакости в виде, вот, на той неделе только дохлых кур накидал мне. Вот, не знаю, он курей держит, там, всяких животных. До этого был снег со своей крыши, вот с той большой крыши, площадь очень большая, скидывал, чтобы я не мог выйти из дома. Мусор кидает постоянно. И с соседями он со всеми уже передрался, переругался. Я считаю, что это психическое расстройство, потому что пьяным я его не вижу, то есть он алкоголь не употребляет, но неадекватное поведение постоянно у него есть. Эмин изучил всю документацию. С его слов, скандальный сосед официально владеет лишь одной комнатой. Ее площадь около 20 квадратов. Все остальные четыре этажа – самострой. Судебные тяжбы по земельным вопросам длились почти пять лет. В этом доме он сдает квартиры разным гражданам, гражданам СНГ, а также россиянам. Они живут здесь. Здесь постоянно драки, выпивки, крики бывают. Бывают люди используют это как мотель. Человек 30 до 50 человек может проживать здесь. Со всех он берет плату. Но вот плата разная, все от его настроения. Отсутствие пожарных и санитарных норм, запах канализации, пакеты вместо окон и мусор. Полуразрушенное здание представляет собой угрозу для местных жителей. Вот эту сторону в очень печальном состоянии. Я его предупреждал много раз, потому что эти несущие конструкции, вот эти бревна, они гнилые. Посмотрите там, вот здесь. Она вообще насквозь продырявлена. Со слов Эмина, сосед имеет несколько судимостей, одна из которых за угон, другая за организацию незаконной миграции. Под опекой подозреваемого остается несколько несовершеннолетних детей. Когда все это началось, четыре жены его или сожительницы, они по очередности, у них, наверное, график какой-то есть. Вот, они были здесь. А они защищали? Нет, они не защищали, они не знали о существовании других. Сколько еще вскроется подробностей о жизни скандального мытищенца, остается только гадать. Ясно лишь одно. Когда он будет привлечен по всей строгости закона в поселке Дружба, во втором Комсомольском переулке, вновь воцарится спокойствие и порядок.